Надя Савченко самая известная заложница Москвы, но давайте не будем забывать, что год назад заложниками стали и больше двух миллионов наших соотечественников, те, кто в Крыму живет. И если в марте 2014-го, ну давайте будем честными, многие крымчане радовались смене власти, то теперь, теперь мнение поменялось, и зачастую поменялось кардинально. Мы решили провести эксперимент. Наш спецкор Сергей Кудимов разыскал тех крымчан, с кем он общался, ровно год назад, чтобы узнать, что изменилось в их жизни. При этом на полуостров мой коллега добирался на перекладных, соблюдая меры конспирации. И вот как это было. Я еду в Крым, поезд Киев-Ново-Алексеевка. Этот город в Хиршовской области крайняя точка, куда можно добраться по железной дороге тем, кто собрался на полуостров. Дальше нужно пересаживаться либо на такси, либо на микроавтобус. Сейчас будем искать такси до границы, так называемой границы. Искать особо не пришлось. Таксисты поджидают потенциальных клиентов прямо на перроне. Отсюда на микроавтобусе можно домчаться с ветерком в Симферополь. Такса от 300 до 400 гривен человека. Но большинство, те, у кого легковушки, везут только до Чингара. Вам легче пройти границу, и там вам пересесть на машину и дальше... Сколько денег? По 100 гривен. Многие таксисты из Крыма. Если повезет, в день водитель сделает пару ходок от вокзала до КПП и обратно. Люди не в восторге от России. Цены на все подросли. У людей работы так такового нет. Жить не на что. Мы подъезжаем к так называемой границе, и на время я выключу камеру. Тех, кто переходит буферную зону пешком, разбивают на группу по 15 человек. Пограничник собирает паспорта и удаляется в вагончик для проверки документов. Вся процедура около 20 минут. Только что прошли так называемую границу, где стоят украинские пограничники. Нужно пешком пройти около 3 километров. Вон там уже находятся русские. Повсюду видны заброшенные укрепления. Еще несколько месяцев назад эта часть Херсонской земли была оккупирована российскими военными. Потом они отошли за полуостров Чингар. В Крым. Два часа в очереди, проверки, и вот мы наконец пересекли так называемую границу. Мы в Крыму. Сразу же после псевдореферендума наша съемочная группа отсняла материалы на строениях крымчан. Мы решили найти этих же людей год спустя. Двуспальная кровать, односпальный санузел. Кровать. Двуспалка. Но ничего не заправлено, потому что еще не сезон. Как заправский экскурсовод Лидия демонстрирует комнаты для отдыхающих. В прошлом сезоне они пустовали. Мне это звонили мои постоянные отдыхающие. Подъедут к этому переправе. Постоят три часа. И чувствуют, опционовка узнала, что некоторые по три дня уже стояли. И говорят, Лидия, простите, пожалуйста, ну дальше пойдем в Лазаревское куда-нибудь. Год назад Лидия переживала, что будет с курортным сезоном. Теперь говорит, это не главное. Симферопольские бизнесмены Костя и Николай в русский мир уверовали задолго до псевдореферендума. Мы готовы потерять сегодня весь бизнес. Мы готовы потерять сегодня абсолютно все. Как бы сложилась ситуация. Только ради того, чтобы действительно быть с Российской Федерацией. Совместный бизнес они потеряли. И дороги их разошлись. Николай отправился в российскую политику. Константин на войну. Николай, добрый день. Что с вашей мастерской? Какие планы? И можно Костю тоже привлечь к съемке? С Константином и аккредитация не особо нужна. Он на Донбассе воюет за Русь святую. Позывной пастух. Может, слышал? У Сергея тоже был бизнес в Симферополе. В марте 2014-го он еще верил, что Киев сможет переломить ситуацию. Поэтому не понимал друзей, собирающих чемоданы. Спустя несколько месяцев уехал сам. У меня лично уже начались какие-то признаки депрессии. И выехав на материк на какое-то время, чтобы просто отдохнуть, я понял, что в целом нет смысла возвращаться обратно. Недавно Сергей стал советником министра информации по вопросам Крыма. Мы могли бы делать бизнес и получать удовольствие от жизни, но мы сосредоточены на Крыме. И сегодня есть уверенность в том, что Крым вернется обратно и Украина это сделает. Прежде всего, потому что этого хотят сами крымчане. Год назад она потеряла работу. Украинская компания переехала на материк. Но осталась при своих убеждениях. Сейчас она работает в турбизнесе. В прошлом году пансионаты пустовали до осени. Потом в Крым из России по путевкам стали отправлять пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Сезон закрылся под Новый год. Что будет дальше, не знаю. Потому что о цене на самолет, о билетах пока неизвестно. Они заранее не бронируются и цену сложить сложно заранее. Что с паромом будет тоже неизвестно. Такая патриотическая футболка. Заказал в Симферополе. Сделали здесь, в Крыму. Он особо не прячется, но на всякий случай мы сами закрыли ему лицо и изменили имя. Был случай, когда мы летом выходили на День независимости. Вышли в футболках с гербами. Пели на набережной гимн. Подходили, сжали руку. Молодцы, смелые ребята. Слава Украине. Мы героям слава. Про российских. Поменялось в сторону Украины. То есть поняли, что все-таки было не все так сладко, как изначально это все рассказывали по телевизору. Но большинство проукраински настроенных крымчан предпочитают помалкивать. На полуострове в части доносы на ближнего своего. Рассказывая об этом, Андрей несознательно обернулся. Есть люди, которые ходят, выискивают проукраинских таких людей. И там доносы делают. В марте 2014-го Симферополь буквально утопал в российских триколорах. В 2015-м картина совсем другая. Сергей Кудимов, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер.